Друзья, Бог так делает в нашей жизни, в нашем собрании, когда мы собираемся, чтобы Его прославить, чтобы Слово послушать. И знаете, я так сидел и думал, Дух Святой, Он же заранее готовится к этому собранию. Вот Он побуждает проповедников, о чем говорить, побуждает участвующих. А между собой обычно же мы не договариваемся. И темы у нас определенной нет. А когда приходим сюда, и звучит какая-то мысль, которую Бог, видимо, хочет, чтобы она так у нас запечатлелась, и потом смотришь, и она повторяется. Прозвучала в проповеди, повторилась в стихе или в пене. И так все Бог делает, чтобы важные истины, они хорошо у нас усваивались. Если вдруг не заметил, не обратил внимания, Бог раз и повторит. И о любви повторит, и о уверенности в себе, ну и так далее. И в то же время, в то же время, пища разнообразная, которую Бог приготовил. То есть мы не слушаем два часа об одном и том же. И об этом, и об этом. Друзья, потому что единственный, кто знает сердца всех нас, это Бог, Дух Святой. Мы пришли сюда с разным состоянием, с разным настроением, как бы разные у нас вкусы и потребности. И Бог об этом заботится. Вот такой духовный стол приготовляет для нас. Важно только, чтобы быть внимательными и воспринимать это, и сохранять. Я хотел предложить текст из послания к римлянам. Мы начали уже его читать ранее, и два стиха прочитали о том, призыв этой главы, чтобы посвятить христианину, посвятить себя Богу. 11 глав было о том, что сделал Христос, что сделал Бог. По великой своей любви, по великой милости, по милосердию, вот Бог сделал для нас, для нашего спасения, для нашей жизни. И вот теперь, ну что теперь? Что? Псаломпевец говорит, вот чем воздать? Чем воздать? Чем я воздам Богу за все милости и благодеяния? И сам же отвечает, я чашу спасения приму, имя Господне призову. И вот 12 глава послания к римлянам, ответ христианина на Божье милосердие. Что же теперь сделать? Если ты восхищен Божьей любовью, что ты можешь сделать? Что ты должен сделать? Посвятить себя Богу, мы говорили. Не списываться, не встраиваться в этот мир, в эти схемы мышления, схемы поведения. Не приспосабливаться. И преобразовываться обновлением ума. То есть, мышление христианина должно меняться. Писание, моя жизнь, писание, моя жизнь. И в мышлении происходит перемена, и только тогда, после этого, ну, будет меняться и наша жизнь, наши слова, когда меняется наше мышление. И хотелось бы, я в прошлый раз говорил, что это как основное направление, вот ответ христианина на Евангелие. А сегодня я бы хотел больше посмотреть, ну, следующие стихи, с третьего по восьмой, и посмотреть, как это в практической жизни происходит. Вот как это выражается теперь. Вот посвятили мы себя Богу, не приспосабливаемся, преобразовываемся обновлением ума. Как это должно выражаться? В чем это выражается? По отношению к себе, к церкви, к окружающим нас людям, к Богу. Как это практически выражается? И моя тема сегодня будет, потом мы еще помолимся, «Как быть полезным христианином». Римлянам 12 глава, с третьего по восьмой текст. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Друзья, я думаю, что вопрос полезности, это, наверное, такой вопрос, который каждого христианина интересует или волнует. Вот раз уже я пришел к Богу, пришел в церковь, хочется быть полезным. Это нормально, это хорошо и, наверное, хуже, когда по-другому. То есть, если хочется что-то сделать, послужить, ну и так, как бы на пользу для созидания, очень-очень хорошее желание. И вот здесь есть небольшие, у меня будет три совета таких, которые дает апостол Павел, ну вот как быть более полезным или максимально полезным, находясь уже в церкви, находясь спасенным. Вообще, я бы хотел, ну как вступление, прежде чем перейти к основным мыслям, сказать, что наша с вами христианская жизнь, она очень сильно зависит от нашего погружения во Христа или в тело Христово, от нашего соединения со Христом. Ну, вечером на разборе мы в прошлое воскресенье об этом говорили. Христос в нас, мы во Христе, и вот это вот самая суть нашего спасения, которое мы сегодня совершаем, или которое Бог в нас совершает. Вот. И как это практически происходит? Вот то, что Бог, то, что Бог сделал в духовном мире, в мире невидимом, Бог так сделал, чтобы оно имело какое-то выражение в мире, вот материальном, в мире физическом. Мы на сегодняшний день, люди, живем в теле, и для нас вот реальность, наша основная реальность, это вот то, что мы видим, слышим, чувствуем. Да, мы читаем о духовном мире, есть внутренний мир человека, есть духовный мир Бога, мир Бога, мир духов и так далее. Мы об этом читаем, мы этому верим, но живем мы в этом мире. И поэтому, когда мы говорим, вот христианин, когда он возрождается, Дух Святой в нем поселяется, он к телу Христову присоединяется, это все из области духовного мира. А наша практическая жизнь здесь. И Бог так сделал, что вот то, что в духовном мире происходит, оно имеет какую-то связь и с миром видимым, с миром, в котором мы живем сегодня с вами. И вот, например, мы говорим, спасенный человек Духом Святым присоединяется к невидимой вселенской церкви, к телу Христову. А в видимом мире, как это выражается, или в чем это выражается? А в видимом мире нужно присоединиться к поместной церкви. Нельзя где-то там только в духовном мире кому-то чему-то принадлежать, но чтобы это никак не отразилось в нашей жизни. А в видимом мире присоединяйся к поместной церкви, если ты спасенный, если ты присоединился к Богу. Или, например, Бог нам праведность Иисуса Христа уже засчитал. Вот Христову праведность Бог уже на наш счет записал. А в практической жизни? А в практической жизни каждый день подтверждай, что, ну, текстом Писания скажу, что святой освящается еще. То есть святой, которому уже засчитали, он освящается еще. Мы пребываем во Христе, Писание говорит и призывает, пребывайте во Христе. А как это практически? Вот практически в видимом мире. Вот начался наш день с утра. Как это практически мне? Вот во Христе пребывай. Открывай Библию. Почитай, помолись, пребывай в Слове. И это будет практически твое выражение того, что ты пребываешь в Боге. Мы говорим, любовь к Богу мы сегодня слышали. А практически, братья и сестры? Я люблю Бога. Ну, хорошо, молодец. А практически? А практически через любовь к людям это выражается и проявляется. Да, есть такой момент, ну, славим мы Бога, прославляем Бога. Да, есть эта сторона. Но все-таки практически. И Писание говорит, если не любишь брата, то не говори, что любишь Бога. Не любишь Бога. Если, ну, то есть, есть вот такое практическое выражение. И вот, когда мы еще разбирали вторую главу римлянам, вот, я говорил такое, ну, там было об обрядах, об символах. Вот, я говорил мысль о том, что на внешние обряды не нужно чрезмерно уповать. Без Христа, без веры, без внутреннего, как бы, содержания никакой обряд смысла не имеет. Вот, никакое действие у нас в нашем видимом мире, оно большого смысла не имеет, если ничего не происходит в духовном мире. То есть, сам по себе обряд или какое-то действие, оно не производит, не производит ничего. Но есть и обратная сторона. То есть, если в твоей жизни уже произошло соединение со Христом, ты уверовал, началась новая жизнь, то эта жизнь, она должна обязательно как-то проявляться. Она должна развиваться, укрепляться. Ну, обратился к Богу, например, покаялся, значит, теперь нужно жить христианской жизнью. И со своей стороны делать определенные шаги. Вот я уже сказал там, погружайся в Писание, молитва, общение и так далее. Потом нужно крещение водное принимать, потому что нужно присоединиться к поместной церкви, если ты уже живешь со Христом, живешь с Богом. И сегодня мысль эта звучала, церковь поместная – это та среда, то общество, в котором Бог вот нас всех вместе воспитывает и ведет небо, в котором Бог нас взращивает, где Бог усмотрел, чтобы наше спасение совершалось, а стал членом поместной церкви, дальше что? А дальше взаимоотношения евангельские, дальше служения друг другу и так далее. Вот знаете, сегодня в мире очень сильно пропагандируется, прям, ну, можно сказать, на всех уровнях говорится об этом, индивидуальность человека. Вот говорят о личности человека, вот личность, ребенок, личность, все личности, да, права человека. Но вот единственное, что, ну, как бы, что сильно упускается, наверное, что лучше всего индивидуальность человека, Бог же тоже не против индивидуальности, Бог не против личности, и права человека тоже, ну, Бог, это Бог их создал, ну, кстати, создал человека и с определенными, с определенными правами. Но лучше всего, вот, то, кто мы есть, проявляется в церкви. Когда человек обращается ко Христу и присоединяется в церкви, лучше всего, он развивается, реализуется и проявляется, ну, его личность в церкви, в общении с другими. Ну, друзья, такой пример, простой, где-то я услышал его, один проповедник объяснял, говорит, вот, знаете, посмотрите на ваше тело, не надо сравнивать себя с другими, просто посмотрите на ваше тело, посмотрите на ваш нос. Вот по отношению, ну, на нос посмотреть сложно, да, только в зеркале если, ну, представьте себе нос. И вот он не похож на другие части тела, он, он индивидуальный, да, он особенный, потому что, ну, другие части тела, они другие, у них другая функция, вот, но, вот где нос может быть наиболее полезным? Ну, только в теле. Ну, ну, конечно, мы так по частям не разбираем себя, да, но вот где-то если в баночке вы его положите отдельно, ну, не полезный он, толку от него нету. Любой член нашего тела, если он будет где-то лежать в сторонке на полочке, там, в баночке, в кладовочке, он бесполезный. Любой член нашего тела полезен где? В теле только, и причем еще на своем месте когда. И вот об этом хотелось бы несколько мыслей сказать, как быть полезным христианином. В Новом Завете этот же автор, апостол Павел, пишет послание Филимону, коротенькое послание, и там упоминается один человек, Анисим. И, знаете, я посмотрел значение этого слова, ну, что же переводится, как же переводится Анисим, оказалось, он переводится полезный. Но не всегда Анисим был полезным. Он был рабом у богатого человека, он там что-то натворил, возможно, даже что-то украл, убежал, а потом он попал в тюрьму и встретился с апостолом Павлом. И вот этот Анисим стал христианином. И посмотрите, какие слова Павел пишет теперь об Анисиме. Он был некогда негоден, негоден, здесь стоит слово бесполезен для тебя, Филимон, а теперь он стал годен или полезен и тебе, и мне, Павел говорит, но я тебе его возвращаю. То есть стал христианином, теперь он полезен и Павлу, и своему хозяину, стал полезным, стал годным. Так, как христианину быть полезным? Первая мысль, здесь она в 4-3 стихе выражена, правильное мнение о самом себе. Правильное мнение о самом себе, по данной мне благодати, пишет Павел, «Всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере вери, которую каждому Бог уделил». После грехопадения у каждого человека появилось неправильное мнение о самом себе. И как здесь Павел пишет, чаще всего это мнение завышенное. То есть мы мыслим о себе выше, чем есть на самом деле. Хотя бывает в каких-то случаях и по-другому. Посмотрите, как написано, «Всякому из вас, говорю, не думайте о себе более». Вот если вы хотите в теле быть полезным, не думайте о себе более. Человек с высоким мнением, он может быть очень активным, он может быть очень деятельным. Ну то есть он может ревновать, чтобы что-то делать, чтобы трудиться. Но если мнение о себе высокое, то эффективность маленькая или полезность маленькая. И вот кажется, что такие мысли, они, наверное, больше подходят, ну может быть, для проповедников, для солистов, которые так выходят сюда и на виду участвуют в служении, поют. Но здесь Павел говорит, посмотрите, каждому из вас, независимо от вашего возраста, от вашего служения, вот если вы хотите быть полезным в теле, каждому из вас, говорю, не думайте о себе высоко. Не думайте о себе высоко. Мы, друзья, взаимодействуем друг с другом, мы живем друг с другом, трудимся вместе, встречаемся, прощаемся. И вот высокое мнение, оно очень сильно мешает и хорошим отношениям, и сотрудничеству в служении. Вот когда человек свысока, и, в общем-то, и не очень приятно даже бывает с таким человеком иметь общение, если он разговаривает свысока, замечания делает свысока. Вот, друзья, вот наша особенность такая, я уже сказал, она присуща каждому из нас. Друзья, мы вот с этого же высока, мы и обижаемся на других, свысока, когда нам, ну, может быть, делают замечания. И это делает нас бесполезными христианами. Описание здесь говорит думать скромно. А как думать скромно? Что это значит? Я посмотрел значение этого слова скромно. Ну, у нас есть определенное представление об этом слове скромность, да? Это вообще слово сегодня в мире непопулярное, нераспространенное. Ну, никто, никто или редко кто это слово приписывает каким-то достоинством. Думать скромность – это такая слабость какая-то, это человек такой, ну, где-то в сторонке, забитый, да? Вот. Но писание, говоря о скромности, я посмотрел, значение слова такое – это благоразумно думать о себе, здраво, трезво, адекватно. Да, современное слово, да? В соответствии с тем, что есть на самом деле, в соответствии с реальностью. Друзья, скромность не надо путать с ложным смирением. Ложное смирение – это когда занижают свои способности и говорят, ой, нет, 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 я ничего не могу, я ничего не буду, ко мне не подходите, не просите, не трогайте, я скромный, да? Нет, это не об этой скромности говорится. Здесь говорится правильный взгляд на самого себя, вот, в соответствии с тем, что есть. Мы дальше скажем, а что есть, что есть. Бог каждому из нас что-то дал, у нас у каждого что-то есть. То есть, никто не обделенный, не обделенный вот в этом смысле в теле Христовом. Друзья, и честная оценка, она, ну, во-первых, должна исходить из того, что сами по себе мы вообще ничего особенного-то и не представляем. Сами по себе. Но вот в теле, благодаря Христу, благодаря другим членам тела, мы можем, ну, не просто кем-то быть, а мы можем быть полезными. Мы нужные и ценные. Знаете, сегодня мирская психология, она так неслабо влияет на христианство. И даже есть, ну, где-то христианские авторы, которые пишут сегодня немало о низкой самооценке. Вот, и очень многие говорят о том, что вот низкая самооценка, это, ну, чуть ли не главная проблема всего, всех вообще твоих жизненных комплексов, трудностей, проблем. Вот вся проблема в низкой самооценке. Друзья, но Писание почему-то говорит о другом, да? Он не говорит здесь, ой, не думайте о себе слишком низко, да? Мне кажется, что с этим у нас не столько проблем, как когда мы начинаем думать о себе высоко. И даже я встречал такое мнение, что говорят, вот написано же в Библии, возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому, пока не научишься себя любить, ближнего не сможешь любить. Друзья, но Библия вообще совершенно об этом не говорит. Себя-то мы любим, ой-ой-ой, как хорошо. И учиться этому вообще не надо. То есть, это, знаете, это как оно, чуть ли не, оно с рождения у нас это есть. Вот наше такое огромное, большое, наше я, да? И здесь этому учиться не надо. Как только где-то пренебрегли, не заметили, не посчитались со мной, да? Что у меня происходит? Вот где-то я сержусь, обижаюсь, да? Я высказываю свое недовольство. Вот проблема не в низкой самооценке, проблема в больше высокой. В гордости, в превозношении. И Павел говорит, хотите быть полезными для тела Христова, не думайте о себе высоко. Вот ваши способности, они есть у каждого определенные. Если хотите их использовать на благо, на пользу, тогда нужно правильно видеть себя. Посмотрите правильно на то, кто вы есть. И тогда вы будете полезными. Вы будете полезными, когда будете скромными. Но скромными по Писанию, как вот я уже сказал. Друзья, подумайте, подумайте, ну вот о какой мысли. Когда, вот мы с вами спасены были ранами Иисуса Христа, так написано. Ранами Его вы исцелились. Друзья, а кто эти раны Ему причинил? Вот Он пришел, чтобы спасти людей, и Его раны – это исцеление, это прощение для тех людей, которые тогда жили, для тех людей, которые в прошлом жили, сегодня мы живем. А кто эти раны Ему причинил? Эти раны Ему причинили эти же самые люди. То есть люди причиняют Христу раны, и эти раны становятся средством, которым эти же люди, ну в случае, если они приходят к Богу, они исцеляются и они спасаются. То есть Христос идет на крест, чтобы заплатить за грехи людей, а эти люди, которым это предназначается, они же и усиливают его страдания. И вот представьте себе, если бы Христос сейчас в этот момент сказал, ну если они ко мне так относятся, значит я для них больше ничего делать не буду. И у него было достаточно сил и возможностей, чтобы даже с креста сойти и сказать, все, все, вот такое отношение ко мне, я его терпеть больше не могу, и я ухожу на небо. Там все хорошо, там никто меня не обижает, там ангелы, там Отец Небесный, и все. Друзья, наше спасение бы не совершилось, оно бы не состоялось. Да, нас, конечно, не убивают на кресте, как Христа, но мы бывает испытываем в своей жизни, ну какие-то неприятные моменты, вот взаимодействия даже друг с другом, взаимодействия с разными людьми. Даже мы можем испытывать неприятности от тех людей, которым мы служим. То есть вот хочу послужить, а не поняли, не восприняли как-то, вот неправильно отнеслись ко мне. И знаете, если высоко думать о себе, если не позволить, чтобы вот эти раны нам причиняли, ну я как бы по аналогии с Иисусом Христом, значит, я в итоге могу прийти к тому, что я вообще ничего тогда делать не буду, я буду неполезным, неполезным. То есть желание быть полезным, вот это должно быть правильное мнение о самом себе, невысокое. И готовность, готовность, ну когда к тебе может быть где-то неправильно даже относятся. Как научиться такому правильному отношению к себе? Друзья, как бы секрет или ответ, как быть скромным по Писанию, как невысоко о себе думать? Ответ он в 11 главах вот этого послания, в предыдущих главах. Ответ в том, что Евангелие, оно нам показывает, кто мы есть на самом деле. Оно нам показывает нашу реальность. Каким образом? Оно рассказывает о том, что сделал Христос. Не ангел, не апостол Петр нас спасал. Вы подумайте, мы настолько печально все в нашей жизни, что нас спасать нужно было самому Сыну Божьему. Кто мы такие? Грешники погибшие, ради которых Сын Божий пришел. А как это связано с тем, чтобы не думать о себе высоко? А подумай о том, что сделал Христос. Вот в те моменты, когда поднимается твоя самооценка не в правильную сторону, когда неадекватно ты начинаешь о себе думать, подумай о Христе, подумай о том, что сделал Он для тебя, и тогда выровняется. Как Павел говорит, нечем хвалиться. Он говорит, я много потрудился. А потом говорит, впрочем, не я, а кто? А благодать Божия, которая со мной. И только благодатью Божией я есть то, что есть. Вот все, что я из себя представляю, это Божья благодать. Как только мы возвращаемся туда, вот к Евангелию, к то, что сделал Христос, у нас здесь наша, так сказать, самооценка, она правильное место занимает. Мне понравилось, я читал один комментарий, это знакомый, я думаю, для нас автор, Мэтью Генри. Он жил, не знаю, 200 или 300 лет назад. Вот у нас зелененькие книжечки даже стоят в библиотеке на разные книги. Удивительно, ну, совсем несколько строчек я прочитаю. Он говорит так, если бы мы имели монополию на Духа Святого или патент на исключительное обладание духовными дарами, если бы, да, тогда у нас было бы основание для такого высокомерия. «Однако другие также имеют свою долю, как и мы. Поэтому не подобает нам возвышать себя и презирать других, как если бы мы были единственные, кому благоволит небо и с кем умирает мудрость». И вот как раз следующая мысль, я очень коротко скажу вторую и третью мысль. «Правильное понимание своей роли». Мы в теле не исключительные, ну, не те, у которых, как он здесь с таким иронией говорит, мы не единственные, кому небо благоволит. Вот мы в теле. Когда ты начинаешь думать о себе, помнишь, ты же не один такой. И если ты умрешь, мудрость не умрет. Ну, то есть, если ты умрешь даже или не будешь в теле, то церковь не перестанет существовать, и все не перестанет, потому что еще есть много членов тела, которые тоже могут и хотят быть полезными. И поэтому каждому на своем месте правильное понимание своей роли. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие и составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. У каждого своя роль, у каждому Бог что-то предназначил. Дал все необходимое для этого. И наша задача теперь – использовать, использовать вот то, что нам Бог дал, на пользу другим. Знаете, я встречал такую одну притчу, ну, не библейскую притчу, как животные решили развиваться. Животные решили развиваться и решили… Ну, если развиваться, то же надо во всем развиваться. И вот, давайте, все будем учиться плавать. Ну, например, у утки очень хорошо это получалось, а бедный кролик, он чуть не утонул. Потом говорит, ну, хорошо, будем развиваться не только же в плавании, но и в беге. Там все наоборот получилось. У кролика все было очень прекрасно, раз и кролика нету. А утка бедная, а утка бедная, столько раз она падала, она не предназначена, чтобы… Ну, она предназначена плавать, но бегать она не предназначена. Долго белку учили летать, никак у нее не получалось. По деревьям все хорошо, сверху еще как-то… А ей говорили, нет, тебе надо снизу, снизу, вот раз и полетела. Не получалось у белки летать. И, в общем-то, смысл этой такой истории интересной, что полезными мы можем быть только вот в рамках той роли, которую Бог нам определил в теле. И последнее – это правильное отношение к своему служению. Это заключительный текст этого отрывка. Здесь он перечисляет семь таких духовных дарований. Это далеко не все. В других посланиях, в других текстах есть еще много списков духовных даров. Но мысль какая? Вот то, что у тебя есть, вот тем и занимайся. Если пророчество… Ну, имеешь ли вот это? То не написано, имеешь ли пророчество? Ну, благотвори тогда, да? Или начальник ли? Ну, учи тогда. Нет. Смотрите, какая взаимосвязь. Вот что ты имеешь, то и делай. И делай хорошо, делай качественно. Здесь такая мысль есть начальник – с усердием это делай. То есть с радушием делай. С отдачей это делай. Это третье условие для того, чтобы нам быть полезными. Друзья, я повторю, и мы сейчас помолимся. Если хотите быть полезными для церкви, важно невысоко думать о себе, важно понимать свою роль в церкви и усердно выполнять то, к чему каждый из нас предназначен. Не просто как-то, а именно со всем старанием, с радушием, может быть, даже где-то творческим. Друзья, и Бог тогда благословит и жизнь каждого из нас в отдельности, и, в общем, всю жизнь тела его церкви. Помолимся об этом. Аминь. Спасибо.